Алексей Викторович Новик. Топические методы лечения нерезиктабельной меланомы. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. После такой сессии, которую мы прослушали, в принципе, сложно рассказывать что-то про топические методы, но тем не менее попробуем. Мы все с вами знаем, что очень часто мы встречаем примерно такую картинку у пациентов. То есть формально это может быть третья, B, третья, C или четвертая стадия, но у пациента часто присутствуют множественные метастазы, множественные мелкие метастазы. Часто это возникает в качестве рецидива после одного, двух, трех этапов хирургического лечения или даже комбинированного лечения. И, в общем, конечно, такие очаги не являются жизнеугрожающими. И хочется рассмотреть вопрос о том, что с ними что-то можно сделать в плане местного лечения. И на самом деле такой подход имеет свои основания, потому что что мы можем сделать воздействием непосредственно на такие внутрикожные очаги? В первую очередь мы можем их разрушить, обеспечить локальный контроль какими-либо методами, имеющихся у нас в арсенале. Но второй важный момент, что это возможность индукции системного противоопухолевого ответа и таким образом достижение системного контроля за самим процессом. Какие преимущества несет в себе атопическая терапия? Если мы используем лекарственное лечение, то мы можем достичь очень высокой местной концентрации противоопухолевых средств, увеличив тем самым их эффективность, при этом получив низкую системную токсичность. Во-вторых, мы можем хорошо контролировать симптомы болезни, которые часто очень проблематичны для пациентов, особенно если это изъязвленные опухоли. И в-третьих, мы имеем возможность индуцировать работу иммунной системы, попытаться как-то запустить эти механизмы, потому что мы знаем, что иммунная система заболевания можно контролировать длительно и успешно. Что есть у нас в арсенале? В первую очередь, это внутриопухолевое введение или аппликация различных цитокинов и их индукторов. Мы можем использовать различные химиотерапевтические средства, цитатические агенты или другие синтетические материалы. Мы можем использовать различные разнообразные физические методы воздействия. У нас есть опция клеточной иммунотерапии, у нас есть виротерапия, которая тоже во многом завязана на введении в очаги. Если говорить о цитокинах и их индукторах, то они изучались уже давно, и такие подходы, как БЦЖ, скажем, интерлекин-2, интерферонный альф, бета и гамма, факторы некроза опухоли, они оказались во многом не столь эффективны, как нам хотелось бы. Прежде всего, благодаря тому, что эффекты были либо недлительные, либо противоречивы по данным разных исследований, а токсичность таких введений была весьма высока. Но, тем не менее, у нас остаются два препарата, которые продолжают изучаться до сегодняшнего времени. Это различные способы электропорации с генами интерлекина-12, которые индуцируют продукцию этого цитокина именно в опухолевом очаге. И что мы получаем? По данным последних исследований, которые были доложены на АСКО 2014 года, до 32% пациентов получают объективный ответ, и 59% удается получить эффект в тех очагах, которые не подверглись к воздействию. То есть, таким образом, иммунологический компонент этого метода лечения весьма высок. И миквимод – это препарат, который является индуктором интерферона и наносится в виде геля на поверхность опухолевых очагов и достаточно широко применяется при немеланомных злокачественных опухолевых кожи. Также может изучаться при меланоме. Также позволяет, особенно при ранних формах, достигать до какой-то степени объективного ответа до 67%. Однако сообщений о эффекте свидетеля, о индукции иммунной системы при данном препарате мне не встретилось при анализе литературы. Очень перспективно представляется один из цитостатических вариантов терапии – это использование бенгальского розового, это краситель анилиновый, который очень быстро после введения в очаги вызывает их некроз. То есть, аутолиз развивается за 30-60 минут. Но что важно, аутолиз развивается без деструкции антигенов. Таким образом, мы индуцируем, по сути, вакцинацию прямо в опухолевом очаге. Мы имеем некрозическую опухолевую ткань и выраженный воспалительный процесс. Это может приводить к значительному регрессу от далеких очагов, потому что гибнущие клетки будут запускать презентацию антигена, и таким образом мы получаем своего рода вакцину прямо в очаге у пациента. Что подтверждает такую гипотезу? То, что на экспериментальных моделях у животных было доказано, что такой ответ и хорошее действие бенгальского розового достигается только в том случае, если это животное иммунокомпетентное. Если это иммунодефицитное животное, то никакого эффекта свидетелей, никакой защиты от меланомы не происходит. Более того, этот ответ оказался опухольспецифическим, и мы видим, что в иммунных клетках, полученных из опухолевых очагов, и в системном циркуляции у иммунных клеток имеется повышенная продукция интерфероногаммата клетками в ответ именно на воздействие данной с конкретной опухоли. Ну вот, хотелось бы продемонстрировать результаты таких исследований. Здесь вы видите клинический пример Санжива Агарвала, который является одним из пионеров и двигателей этого направления. Видите, значительный выраженный эффект. При этом у нас есть очаги, в которые препарат никогда не вводился, они также регерсируют, как и те очаги, в которые препарат вводился. И если говорить про цифры, то посмотрите частоту эффекта свидетелей, то есть частоту эффектов тех очагов, в которых не вводился бенгальский розовый. 50% при третьей стадии. Почти 40% при четвертой стадии, при М1А процессе, где мы можем достичь системного контроля, просто вводя топические методы лечения. Электрохимиотерапия. Другое направление. Сочетание химических и физических методов воздействия. В чем особенность такого подхода? Во-первых, мы всегда, когда мы вводим любой цитостатики, и системно, и местно, мы хотим, чтобы концентрация цитостатика была максимально в опухолевых клетках. И электрохимиотерапия помогает достичь такого процесса. То есть, введя цитостатик, мы просто получаем достаточно высокую концентрацию вокруг опухолевой клетки. Однако под воздействием однократных или нескольких повторяющихся импульсов магнитного поля, в мембране клетки образуются поры, и они позволяют цитостатическим агентам зайти внутрь клетки, оказать свое действие и препятствуют их выходу. Что в результате? В результате мы индуцируем апоптос и, опять-таки, иммуногенную гибель опухолевых клеток. Другой способ, каким мы можем это достичь, другой физический фактор – это фотодинамическая терапия. Здесь мы используем фотосенсибилизатор, опять-таки, с той же самой целью – вызвать апоптос, некроз, воспаление и индукцию противоопухолево-иммунного ответа. Ну вот это уже наши результаты, где мы изучали воздействие именно фотодинамической терапии на культуру опухолевых клеток. Видите, через 7 часов в облученных клетках мы видим большое количество клеток, отмеченных красным, это гибнущие опухолевые клетки, в необлученном никакого эффекта нет, то есть культура продолжает жить. И для того, чтобы определить, насколько эффективны такие подходы, был проведен достаточно большой метаанализ, который включил 47 исследований. Правда, эти исследования были небольшие, но в целом это исследование, в котором изучалось воздействие на более чем 4000 различных опухолевых очагов. Здесь были пациенты не только с меланомой, здесь были пациенты с другими злокачественными опухолями, но большую часть пациентов составляли именно пациенты с внутрикожными метастазами меланома. Что показал этот метаанализ? Этот метаанализ показал, что электрохимиотерапия, здесь граница эффективности, это вот эта красная линия, то есть все доверительные интервалы, которые ее пересекают, считаются неэффективными. Посмотрите, электрохимиотерапия, снижение риска прогрессирования заболеваний и смерти пациента примерно на 30%. Внутриопухолевое введение лекарственных средств, более чем на 50% снижение риска неблагоприятных исходов. Далее, фотодинамическая терапия, 70% эффекта. Радиотерапия менее эффективна, уже близко к единице. И комбинированная терапия тоже оказывает достаточно хороший эффект. То есть одновременное введение лучевой терапии, внутриопухолевого введения препаратов. Мы также разрабатывали технологии, основанные на комбинированном подходе. Это слайд, который многие уже, наверное, видели много раз. Это описание нашей вакцины, где мы вводим аутологичные, незрелые дендритные клетки пациента в очаг, доступные введению, после проведения фотодинамической терапии, индукции апоптоза в этом очаге. Таким образом, возникает апоптоз, возникает иммунный ответ. И если удалить эти очаги, мы видим, что все клетки, которые здесь представлены, это иммунные клетки. Здесь нет опухолевых клеток. То есть мы получаем, несмотря на то, что человек не регрессирует, мы получаем достаточно хороший иммунный ответ, и фактически опухолевые клетки уничтожаются. Клинически это также проявляется. Здесь показан эффект терапии у пациентки, которая после двух циклов терапии была достигнута частичный регресс. Однако в последующем, через 43 месяца от начала лечения, у этой пациентки развился полный регресс. У нее полностью ушли метастазы в костях, которые были, которые, естественно, не подвергались никакому воздействию. На сегодняшний день пациентка живая, и продолжительность жизни у нее более 52 месяцев. Что касается суммарной эффективности вакцины, то, к сожалению, эта технология достаточно сложна в применении и требует большой лабораторной подготовки и сложного процесса выращивания этих дендритных клеток до состояния незрелых и скосномозговых пришественников. Поэтому у нас не было возможности провести не то, что много центрового исследования, а даже в своем центре включить большое количество пациентов просто благодаря сложности технологии. Но, тем не менее, у нас 14% объективный ответ, 43% стабилизация процесса и показатели, которые в целом формально соответствуют той современной иммунотерапии, о которой мы много и часто говорим, то есть пилиумабу. Другой аспект внутриопухолевого введения и совершенно другая концепция принципиальной идеи и стратегии противоопухолевой терапии. Мы все знаем, что в каждой опухолевой клетке существенно наружены процессы взаимодействия вирусов, воздействия на вирусов и защиты от вирусов. В первую очередь это касается невозможности клетки продуцировать в адекватном количестве интерферон. И все это может быть использовано для таргетного поражения именно опухолевых клеток. Идея проста. Мы вводим в опухолевую клетку вирус и, используя одной из особенностей опухолевых клеток, это либо нарушение в процессе апоптозы, либо особенности трансляции, транскрипции, использование различных способов трансдукции, которые контролируются только в опухолевой клетке. Мы достигаем высокой селективности, вирус реплицируется в опухолевой клетке, уничтожает опухоль и вызывает индукцию иммунного ответа. Посмотрите, какое количество препаратов проходит различные стадии клинических исследований. То есть это не только стандартная модель герпес-вирусов, это и вирусы коксаки, аденовирусы различные. В большинстве случаев это генномодифицированные продукты, генномодифицированные организмы. Но, тем не менее, часть из них уже получили регистрацию. В частности, это касается тельмогена Лаперовек, который сокращенно для удобства всем называется ТВЕК. Это просто герпес-вирус, из которого изъяты гены, обеспечивающие его наибольшую патогенность, и встроен ген в продукцию германоцитного микрофага в колонии стимулирующего фактора. Какая идея? В опухолевой клетке вирус может размножаться, уничтожать клетку, вызывать иммунный ответ. В здоровой клетке вирус не может уничтожаться, здоровая клетка должна вирус уничтожить достаточно быстро. Таким образом, поражение здоровых клеток не предвидится. На мышиных моделях было показано, что важным компонентом является именно иммуноопосредованное действие этого препарата. Здесь использовали иммунокомпетентных мышей, которым перевивали опухоль, в данном случае лимфома А20, на две стороны тела. В одну вводили ТВЕК, в другую не вводили ТВЕК, и за этими очагами следили. И что получилось? Что подавление опухолевого роста наблюдалось и в тех очагах, в которых непосредственно было введение вируса, и в тех очагах, в которых вируса не наблюдалось. Таким образом, во вторых очагах действие было посредственно только иммунной системой самой мыши. Клинические примеры достойного восхищения здесь тоже. Точками отмечены те очаги, в которые проводилось введение. В остальные очаги введение не проводилось. И мы видим выраженный драматичный ответ после 13 циклов лечения. Это примерно через 4 месяца от начала терапии. Но более того, у этого же пациента наблюдался частичный эгресс очагов лёгких. Это ситуация до лечения. И это ситуация после лечения. Полное практически исчезновение очагов в лёгочной ткани, то есть тех очагов, в которых введение не проводилось. Что же касается показателей общей выживаемости, то хотя вот это исследование Optime изначально было признано не совсем удачным, оно тем не менее показало возможность увеличения продолжительности жизни пациентов в отдельных категориях предспецифицированных в этом анализе. Благодаря этому препарат получил уже регистрацию за рубежом, но не зарегистрирован в настоящее время в России. Что же касается других вирусов, то вы видите, здесь приведены данные по лечению. Есть различные подходы к использованию реавирусов. В Латвии очень широко применяется регвир, это вирусах, и единственный, пожалуй, из всех вирусов, который не является геномедифицированным агентом, и который при адевантном применении показал довольно-таки неплохие результаты. Вы видите, хотя это не было рандомизированное исследование, но при ретроспективном анализе снижение риска смерти пациентов при второй-третьей стадии меланомы было более чем на 80%. Таких результатов современные другие препараты вообще не дают. Ну вот онковик, и большой вклад, и большую надежду возлагают также на вирус коксаки, который позволил достичь однолетней общей выживаемости при второй стадии заболевания меланомы четвертой стадии до 75%, и медиан общей выживаемости до 26%. Безусловно, комбинированная терапия, комбинация с современными препаратами, в частности с иммунотерапевтическими препаратами, ожидаемый эффективный вариант лечения. Вот здесь я хотел бы представить часть результатов исследования мастерки, которое было опубликовано на АСК в этом году, где ТВЕК сочетался с пембролизумабом. Дизайн исследований здесь на слайде представлен. Что получилось? Объективный ответ составил около 60%, при этом достаточно большое количество полных и частичных регрессов и 70% уровень контроля заболевания. Медиана времени до прогрессирования составила, была достаточно велика в данном исследовании, и 71 пациент пережили 12 месяцев от начала лечения. При этом была замечена существенная модуляция иммунной системы под воздействием данной комплекса терапии. И успешность этого исследования позволила продвинуть дальше этот подход. И в настоящее время планируется следующее исследование с этой же комбинацией, но уже третья фаза для подтверждения эффективности такого лечения. Таким образом, если подводить заключение, то на сегодняшний день мы можем сказать, что топические методы лечения активны при кожных формах метастаза и меланомы, но при этом при каждом топическом методе иммунологический эффект является важным компонизмом действия. И эти методы действительно могут оказывать системный иммунный ответ. Безусловно, в будущем комбинированное применение методов и сочетательное использование их системными методами терапии будет иметь преимущества и приоритеты, позволит изменить что-то в судьбе конкретного пациента, которому этот метод применяется. Спасибо за внимание. Спасибо за очень интересное сообщение. Вопрос, позвольте. А вот, сравнительно, давно уже было много публикаций по крилу деструкции отдельных очагов меланомы с последующим регрессом оставшихся очагов. Как-то в последнее время я об этом ничего не читаю. Но я хочу сказать, что в принципе... Довольно просто был психически выполнен. Да, и этот подход продолжает изучаться и предполагается расширение изучения этого подхода и в нашем институте. Но последних публикаций я тоже при подготовке к докладу таких не нашел. Но тем не менее, идеологически, в принципе, любое локальное воздействие с помощью физических факторов на очаги может привести к индукции иммунного ответа. И у кривотерапии в этом плане есть преимущество. Потому что в отличие от, скажем, абляции, где повреждается антигенная структура, при кривотерапии происходит разрушение клеток за счет образования кристаллов льда, и антигенная структура не повреждается. У нас были отдельные попытки использования сочетанного криотерапии, вакцинотерапии, иммунотерапии, но это проводилось лишь у отдельных пациентов в достаточно запущенных стадиях, поэтому мы не можем сейчас какого-то сказать негативного или позитивного впечатления об этом. Но тем не менее, мы тоже об этом думаем, и, безусловно, такой подход должен изучаться дальше и может рассматриваться как достаточно потенциально достаточно высокоэффективный способ дополнительного воздействия и на конкретный очаг, и на иммунную систему в целом. Спасибо. Еще один вопрос успеем. Алексей Викторович, на вооружении лечения пациентов с метастатической меланомой, как топический метод лечения, пришли вирусы. Пару слов буквально о безопасности. Я думаю, что докторам будет интересно услышать. Но по безопасности это очень сложный, скажем, вопрос относительно безопасности виротерапии. Ну, фактически, у нас сейчас в клинических исследованиях активно идет геномодифицированная герпес вируса и есть препарат регвир, который вирус ЭХС-7. Но относительно регвира можно сказать, что он даже при введении не вызывает практически никаких серьезных нежелательных влюблений, кроме небольшого повышения температуры. Поэтому здесь нечего опасаться, скажем так. Другое дело, герпес вирус, мы знаем, что это достаточно вирулентный организм, который может вызывать серьезные инфекции с серьезными последствиями. Для снижения вот этих последствий он был геномодифицированный, однако сейчас делаются очень большие упоры и очень большие исследования относительно выяснения, насколько пациенты, которые получают этот вирус, могут быть опасными для окружающих. Тем не менее, таких пока данных не представлено было компании. Эти данные активно собираются, но сказать, чтобы введение вируса приводило к инфицированию кого-то, кто контактировал с этим больным или медицинских работников, которые работали с этим вирусом, таких данных пока мы представить не можем. Другое дело, что опять-таки по заявлению разработчиков вируса, этот геномодифицированный вирус, кроме того, что у него удалены вот эти вот наиболее агрессивные гены, ответственные за именно нейроинфекцию, он еще очень высоко чувствительен к ацикловиру. Поэтому, в принципе, скажем так, безопасность здесь учтена весьма высоко и не стоит так уж опасаться вот этого вирусного продукта. То есть чисто формально мы имеем полное право работать, да? Вот формально? Да. Я вам как ученому врачу верю, естественно. А вот какой-то документ есть, да? Да. Не, ну все клинические исследования, они проходят разрешение Минздрава, это и есть разрешение на работу. Опять-таки, после регистрации это будет тоже разрешено. Но это требует подходов на соблюдение обычных правил безопасности, как при работе с кровью. Спасибо большое. Очень интересная информация.